Девушки отдыхают Девушка уехала из Казахстана в Москву в надежде избавиться от пережитков прошлого, но замуж вышла за земляка. Старший брат мужа быстро поставил бунтарку на место. Он потребовал беспрекословного подчинения себе и мужу. Конфликт дошел до суда. Давай ей миллион, и она уедет в Москву. Ну, я на пенсию живу, и мне неоткуда взять. Тогда она требует дом продать. Дом продать, да. Девушка унаследовала от отца часть старого деревенского дома. Перспектива продать долю и получить наличные напрочь отбила память. Наследница забыла, что в доме живет ее старшая и родная тетя, и раздел дома сделает ее жизнь невыносимой. Я специально брал секретаршу, который в принципе не может быть в моем вкусе, чтобы ничто меня не отвлекало от работы. Ну, очень складно вы все говорите, но ребенок-то есть. Бывшая секретарша утверждает, что ее начальник является отцом ее шестимесячного сына. Она просит суд убедить несговорчивого отца признать отцовство и заставить раскошелиться на элементы для ребенка. Истец Фариза Сигизбаева предъявляет иск о расторжении брака и разделе супружеского имущества. Ответчик Айдар Сигизбаев против иска возражает и считает, что жена должна соблюдать традиции. Прошу всех встать. Прошу садиться. Слушается дело о расторжении брака и разделе супружеского имущества. Истец Сигизбаева Фариза Дархановна. Ответчик Сигизбаев Айдар Нурбекович. Слушаю вас, истец. Ваша честь, я прошу развести меня с мужем. По-нормальному и по-спокойному он не хотел. Я хочу получить раздел имущества и получить свидетельство о расторжении брака. Расскажите, пожалуйста. Я вам расскажу сейчас. Причина развода. Да. Сначала мы познакомились, когда все было очень хорошо, мы поженились, жили вместе. Сколько лет вы в браке? Год. Уже живем год. Два года назад познакомились и год мы живем в браке. Все было очень хорошо, пока не приехал его брат Эклбай. У нас полного родственников в Москве. Родилась я тоже в Москве, я москвичка. Но приехал... А муж? Муж, он живет там с 10 лет. То есть довольно-таки современный. В Москве с 10 лет. Да, все правильно. И получается, приехал Эклбай, ему жить было негде. Хочет позориться, хоть здесь-то не позориться. Перестань, пожалуйста, дай мне договорить сейчас. Эклбай это брат мужа. Да, это мой старший брат. Старший брат мужа. Хорошо, ответчик, я дам вам слово чуть позже. Сначала все было нормально. Эклбай, в принципе, такой спокойный человек. Но потом она начала замечать в свой адрес какие-то упреки. Ты посмотрела в глаза мужчине, ты не должна находиться... То есть он стал проживать в вашей квартире? Проживать, да. Это было нормально. Но когда... А сколько комнат в вашей квартире? Вы вдвоем с мужем проживали? Потом это наша квартира, которую мы купили после брака. После свадьбы? После свадьбы, да. Нам подарили деньги, и мы купили квартиру уже совместную. То есть приехал брат, поселился в вашей квартире. Да, все правильно. И потом начались упреки со стороны Айдаров в мою сторону. Что я не должна ложиться раньше у него спать. Раньше брата? Раньше мужа. Что я должна позже у него ложиться спать. Что я должна раньше... Дай договорить, пожалуйста, Айдар, перестань. Вот видите, он даже не дает нормально сказать слово. То есть не уважает меня. Позоришься. Я не хочу больше с ним жить. Я требую развода. Требую раздела имущества. Квартиры и совместно нажитого. Потому что это невозможно больше терпеть. Ну что терпеть? То, что вы не можете раньше ложиться и раньше вставать? Нет. Или позже вставать? Смотрите, мы сейчас живем в современном мире. Мы живем не там, не в Казахстане. Брат приехал из Казахстана и считает, что те традиции, которые соблюдаются там, они должны соблюдаться и здесь, у нас. Но мы совершенно другие. А, то есть это традиции, которые ваш брат пытается привнести в вашу семью. Да, да. Ну в чем это заключается? Ну смотрите, например, я не должна находиться в обществе других мужчин. Я не могу смотреть ему в глаза. Кому? Мужу. Мужу либо другим мужчинам. Вы не можете смотреть в глаза своему мужу. Представляете? Вот такое, когда находятся другие мужчины, и меня это совершенно не устраивает. Почему я должна это терпеть? Поэтому я... То есть по традициям получается, что женщина даже в браке не смотрит в глаза своему мужу. Ну не то чтобы, да. Не муж, да. Другим мужчинам. А, другим мужчинам. Другим мужчинам. Что я должна вставать раньше него, чтобы... А пить пиво это нормально развить? Перестань, пожалуйста. Знаете, когда мы познакомились, вот мы проводили время вместе, и у него не было таких претензий. А сейчас что ты мне тут говоришь? Меня это не устраивает. Я хочу с ним развода. И, Ваша честь, я очень прошу удовлетворить мою жалобу об этом. Потому что, ну это невозможно терпеть. Почему я должна тратить свое время на этого человека, который меня не уважает? Ну вы же вышли за него замуж. Вы развеяли... Когда я выходила за него замуж, мы были другими. Он был другой, и я тоже. Все было хорошо, пока не появился колбаса с своими традициями. То есть, означает ли это, что когда вы выходили замуж, вы не обговаривали такие моменты, что вы будете соблюдать традиции, которые... Он признавал меня такой, какая я была. Он знал, какая я есть. Что я люблю ходить... Я просто молчал. В тренажерный зал. Мы, кстати, вместе ходили. Что я люблю покупать себе новые вещи, тратить деньги на салоны. А вот так и получается сейчас он мне заявляет, что ты не должна тратить деньги. Причем деньги, кстати говоря, об этом. Я зарабатываю больше него, у меня есть справка о доходах. Я зарабатываю больше него в два раза. И эти деньги я отдаю ему, потому что Аклба ему это наговорил. Я отдаю эти деньги ему, и с этих денег он платит кредит за машину, на которой ездит. Кстати, я до работы хожу пешком. Скажите, какое имущество вы просите разделить? Квартиру, машину, ну и всякую мелкую бытовую технику, типа печи и микроволновки. Список есть у вас? Да, конечно, список у меня есть. Передайте через приставо. Через приставо. Все документы сразу передайте. Пожалуйста. Так, свидетельство о заключении брака. Справка о доходах. Да, я зарабатываю больше него. Слушаю вас, ответчик. Ваша честь, я не хочу развода. Вы с вами согласны? Я не хочу развода. Я хочу, чтобы Фариза вернулась домой и извинилась перед моими родственниками и перед своими родственниками. У нас традиции всегда соблюдались в моей семье. Ну, в чем они заключаются и так ли они принципиальны? В общем сказать, это уважение к старшим. Если старшие говорят, надо прислушаться. Да, к нам приехал мой брат. Старший брат? Старший брат, да. Я умолчала его, я терпела. Я младший. А он самый старший. Он мне как отец. То есть он как минимум может высказать свое мнение, к которому должны прислушаться другие. И он стал делать замечание, что ваша жена... Он мне открыл глаза, да. А вы до этого не замечали этого? Я замечал. Ну, на что конкретно он открыл вам глаза? Она слишком много тратит деньги. Вы не замечали этого раньше? Я замечал, но я как бы, может быть, стеснялся или не знаю. Я не мог ей сказать этого. Но женщина работает и зарабатывает. Она же не сидит на вашей шеи. Больше тебя я зарабатываю. Ну, в данный момент, да. Ну, хорошо. Именно в данный момент. Больше года уже. Мы же пожилились, когда я закончил институт, банковское дело. И я долгое время не мог найти работу. Так. И вы жили на ее деньги? Я сейчас работаю в банке, получаю 35 тысяч рублей. А она там 60 тысяч рублей. Да. Она работает в бутике продавцом. Ну, это только начало карьеры. И нужно с чего-то начать. Тем не менее, вы же ее не содержите. Она зарабатывает деньги сама. Традиции, безусловно, надо уважать. Но есть же какие-то разумные рамки. Если женщина работает и зарабатывает, почему же она не может тратить? А что же вы хотите делать этими деньгами? Вы же слышите, что я говорю? Я правильно вопросы задаю. Вот стойте и слушайте. Я считаю, что женщина не должна тратить все деньги, которые она зарабатывает, на себе. Ну, хорошо. На что еще брат открыл вам глаза? На то, что она пиво пьет. Это нормально. А вы раньше что, не замечали, что она пиво пьет? Мы сейчас живем в современном мире. Я же слышала 125 раз. Мы живем в современном мире. Это не значит, что нужно пить пиво бесконечно. Я ее ревную, да. Вы ревнуете ее к чему? Она открыто одевается. Открыта одежда. Ну-ка выйдите за трибунки. Я хочу посмотреть, как вы открыто одеваетесь. Это сейчас она. Обратно зайдите. Может прислушиваться. Открыто это как? Я не хочу, чтобы она ходила на фитнес-бассейн. На нее как-то посмотрели. Пускай дома занимаетесь. Ну, вы же вместе ходили. На фитнес и в бассейн. Вы ходили вместе. Мы же вместе ходили в бассейн на фитнес. Разве вы не хотите... Я вообще-то и раньше ревновал тоже. Ответчик, разве не хотите, чтобы ваша жена была стройной, спортивной, подтянутой? Пускай дома занимается. Бегает в спортивном костюме по улице. Куда бегала? Закрыто. Куда она будет бегать в спортивном костюме? В парке. После работы? В парке? Да. Не боитесь, что она будет бегать в обтягивающем, спортивном костюме в парке? Почему же обтягивающие? Разные есть костюмы. Ну, они закрывают хотя бы тело, а не в бассейн как. Вот вы мне скажите, вы говорите, что она должна извиниться перед вашими родственниками, перед своими родственниками, что она позорит вас. Вот мне бы хотелось узнать, чем же она вас позорит, кроме похода в бассейн и транжирства? Во-первых, она опозорила всю свою семью, всю мою семью, с тем, что она поругалась с моим братом. Он же из-за этого уехал в Казахстан назад. Он здесь зарабатывал прилично. Ну, знаете, это такой тонкий момент. Если ваша жена... Подождите, ответчик. Даже вот эти присутствия, вот здесь, то, что она иск подала. То, что она иск подала. Да, даже иск подала на развод. Это вы считаете тоже позор? Конечно, у нас не принято так. Есть ли у вас свидетели с вашей стороны? Да, у меня есть свидетель. А с вашей, естественно? Нет. Пригласите, пожалуйста, свидетеля со стороны ответчика. Свидетель ответчика. Войдите. Свидетель – это старшая сестра жены. Ее семья поддерживает меня. Старшая сестра жены. То есть вы сестра... Да, еще и сестру проплелся. Да, да, ваше честно. Хорошо, что вы хотите сказать суду? Я хочу, чтобы вы их не разводили. Это молодая семья, которая только создала свою ячейку, и которая только развивается и развивается. А они на полпути, даже не пройдя полпути, хотят разрушить это. Плюс сестра младшая моя. Одумайся, пожалуйста. Ну, снова бы же оно опять все это тысячу раз повторяется. Все это уже было обговорено с ним. Реза. Скажите, пожалуйста, свидетель, почему вы выступаете на стороне ответчика? У вас плохие отношения с сестрой? Нет, у нас замечательные отношения с сестрой, но ее поступок, который она совершила, опозорив нашу семью... Она его оскорбила, она выгнала его из дома. Я хотела себе спокойно все обговорить. Он не захотел сам. Выходя замуж, вы обговаривали, что периодически или постоянно с вами будут проживать родственники мужа? Нет, нет. Вы не обговаривали это? Я уважаю наши традиции. Я, скажем, с радостью приняла брата. Я приняла Аклбая, и он у нас жил. Я все это терпела. Но когда он уже уехал, я хотела поговорить с Айдаром. Вот это в наших традициях. Он меня уже... Истец, как вы думаете, есть ли возможность сохранить вашу семью? Нет. Я... Никаких возможностей. Надумайся. Если... Или все-таки если? Айдар, хороший мужчина. Я не хочу. Я хочу. Но вы женаты всего год. Я уже забрала все свои вещи. И куда ты уехал? Даже родители ее не приняли. А куда вы уехали? Даже живут у своей подруги Олеси, которая меня поддерживает. Ну, задаю вам вопрос конкретный. И свидетель, мы выслушали вас. Скажите, вот есть возможность сохранить семью? Хотели бы вы сохранить вашу семью и при определенных условиях вернуться к своему мужу и продолжить отношения все-таки попробовать? Или категорически нет? Только если Айдар станет таким же, каким и был раньше. Скажите, ответчик, я задаю вам такой же вопрос. Считаете ли вы возможным сохранить вашу семью? Найдете ли вы в себе силы, можете ли вы найти в себе силы попытаться пойти на какие-то уступки? Я постараюсь. Или категорически нет? Или постараете? Я постараюсь, я очень люблю свою жену, на самом деле. Я не хочу развода. Разъясняю вам, что суд, если стороны просят, может дать срок на примирение. Как минимальный, так и максимальный. Вот я спрашиваю вас в стороны, хотели бы вы все-таки еще раз подумать и просить суд не выносить решение прямо сейчас, а дать вам срок на примирение. Знаете, раз уж и бульжан даже приехал из Казахстана, я могла бы еще подумать еще в прошлое время. Я учту это. Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Давай ей миллион, и она уедет в Москву. Ну, я на пенсию живу, и мне неоткуда взять. Тогда она требует дом продать. Так можно дом продать, да. Девушка унаследовала от отца часть старого деревенского дома. Перспектива продать долю и получить наличные напрочь отбила память. Наследница забыла, что в доме живет ее старшая и родная тетя, и раздел дома сделает ее жизнь невыносимой. Я специально брал секретаршу, которая в принципе не может быть в моем вкусе, чтобы ничто меня не отвлекало от работы. Ну, очень складно вы все говорите, но ребенок-то есть. Бывшая секретарша утверждает, что ее начальник является отцом ее шестимесячного сына. Она просит суд убедить несговорчивого отца признать отцовство и заставить раскошелиться на алименты для ребенка. В связи с тем, что стороны попросили суд срок на примирение, брак не расторгается в этом судебном заседании. И суд дает вам срок на примирение в течение трех месяцев. Через три месяца либо вы придете в суд с таким же иском, либо заберете ваше заявление из суда. Но этот период времени, который вам предоставлен, я советую вам провести с пользой. Вам потрудиться над какими-то вещами, подумать о традициях, которые, безусловно, надо соблюдать, коль скоро уже вы вышли замуж за ответчика, для которого это важно. И вам, ответчик, тоже надо найти в себе силы и пойти на некоторые уступки своей жены. И, конечно же, не запрещать ей современные вещи, которые никак не вредят ни традициям, никак не позорят вас, как занятия, не знаю, фитнесом, покупка новых вещей и так далее. Дело отложено. Срок на примирение три месяца. Прошу всех встать. Решение суда. Назначить срок для примирения. Я надеюсь, что у нас возобновятся наши отношения, что Айдар выразумится, и все будет так же, как и раньше. Благодарю на суду, что вынес именно такое решение. Я доволен решением судьи. Хорошо, что нас не развели. Постараюсь, как бы, измениться, может быть. И рад, что Фируза приняла это решение. Судья Елена Кутина ведет расследование на ваших глазах. А почему вот я сейчас отвечаю на какие-то вопросы? Суд задает вам не какие-то вопросы, а вопросы, которые необходимы для установления обстоятельств по делу. Она не выносит глупостей. Вы знаете, как-то мне кажется, что женщины довольно редко беременны от мужчин, которые им невыносимы. Она защитит невиновного и накажет подлеца. Я предлагал Ольге Андреевне пойти элементарно в дом престарелых. Не пошли бы вы сами в дом престарелых. Сами в дом престарелых. Смотрите дела семейные с Еленой Кутьеной. Да, да, да. Ну, хорошо. Разобрались. Замечательно. Да, спасибо, что помогли. Истец Полина Полякова подает иск о восстановлении срока принятия наследства и о признании за собой права собственности на часть дома. Ответчик Елена Темрюкова иск не признает. Дом делить отказывается. Прошу садиться. Слушается дело о восстановлении срока принятия наследства и признании права собственности на часть дома. Истец Полякова Полина Евгеньевна, ответчик Темрюкова Елена Геннадьевна. Истец, я вас слушаю. Здравствуйте, Ваша честь. Меня зовут Полякова Полина Евгеньевна. И я хотела бы подать иск на... Вы уже подали иск. Я подала иск на восстановление и право наследства моего, покойного отца. Восстановление срока принятия наследства. Вы пропустили срок. Да. Поясните суду, по какой причине. Изначально мы все вместе жили в этом доме всей семьей. Мама, папа. Потом папа умер, и мама вышла замуж. И мы переехали жить к моему отчиму. Хорошо, истец. Давайте по порядку. Умер ваш отец. Да. Когда? Мне восемь лет было тогда. Ваш отец умер, когда вам было восемь лет. Сейчас вам сколько лет? Восемнадцать. Сейчас вам восемнадцать лет. То есть отец умер десять лет назад? Да. И вы не вступали в права наследства? Ваша мама в ваших интересах не обращалась? Нет, с моей мамой вообще все равно было. Она как бы только... А ваша мама знала, что ваш отец умер? Да, она знала. Она потом... Просто ей вообще все равно было на мою судьбу в дальнейшем. Она так обрадовалась, что нашла себе отчима. А сейчас, когда я выросла, похорошела, она стала меня к нему ревновать и буквально выставила меня из дома. Она выкинула все мои вещи, вы поменяла замки и сказала, проваливай вон к тете, у тебя там от папочки наследство осталось. Я пришла, тетя против того, чтобы мы с ней вместе жили. А тетя знала о вашем существовании раньше? Конечно, я с ней в детстве раньше жила. Вы приехали к тете? Я приехала к тете. Тетя рада была, что вы приехали? Рада, рада. Ну, как сказать вам, она была рада, что ей не придется больше работать. Она думала, что всю работу по дому буду за нее я выполнять. Она мне так и сказала, либо живи и работай тут за меня, либо проваливай к матери обратно. Что значит работай за меня? А там у нее куры, хозяйство, воду носи, за курами убирай помет. Вообще, буквально без продыха мне нужна работа. Она чуть ли не за мной по пятам ходит. А сейчас чем вы занимаетесь? Сейчас я хотела бы поступить в МГУ. И этих денег как раз хватило бы, которые от наследства, чтобы мне поступить на платный факультет. А ты бесплатно поступай. А сейчас чем вы занимаетесь в данный конкретный момент? Вы проживаете в доме тети, правильно? Да, мне больше негде. Вы школу-то закончили? Да, я школу закончила. Сейчас готовлюсь поступать. Вам же 18 лет. Вы школу закончили, наверное, не сейчас? Нет, не сейчас. Но я готовилась к поступлению. Второй год готовитесь к поступлению в МГУ? Ну, туда поступить очень непросто. А какие баллы у вас по ЕГЭ? Я училась на 4-5, у меня все хорошо. А баллы по ЕГЭ какие? 85. Неплохо. Ну что же вы сразу не поступили никуда? Там на одно место очень много человек. И сейчас у меня единственный выход – это поступать на платное. Хорошо. Ответчик, слушаю вас. Ваша честь, вот этот дом мне достался после смерти родителей. И я вот с ее отцом, с моим братом Женечкой, там выросла, родилась и выросла. Я его старше на 15 лет, но уж так случилось, что вот я его пережила. И у меня никого нет, детей нет, и муж умер. Я одинокая. И когда приехала племянница, я так обрадовалась. Хватит, она такое стала устраивать. Что же я стала устраивать такое? Вот отдай ей половину денег, давай ей миллион, и она уедет в Москву. Ну, я на пенсию живу, и мне неоткуда взять. Тогда она требует дом продать. Так можно дом продать, да. Ну, сколько нам дадут за этот дом? Я смотрела, миллион восемьсот в среднем доме так стоит. Так и стец, суд вас выслушал. Давайте послушаем ответчик. Скажите, пожалуйста, а в каких долях вы унаследовали дом после смерти родителей? Вы и ваш брат, правильно? В равных долях? В равных долях, да. То есть половина дома принадлежит вам, половина дома принадлежала вашему брату. Его отцу, ее отцу. А что стало с долей брата? Вы ее оформляли? Когда он умер, прошло шесть месяцев, я думала, приедет ее мать, может вступит в наследство, но никто не приехал. И эта доля перешла на меня. Пусть она потерпит немножко, ей все достанется. Я даже завещание на нее сделала. Ваша честь. Из-за того, что прошло 10 лет, эта доля не перестала быть папиной. Ну, куда я пойду? Ну, ты вот подумай, Полечка. Ну, вот, Витя, подождите, но истец же не ставит вопрос о том, чтобы дом продать. Как ставит? Она, если у меня нет денег. Вы ставите вопрос о том, чтобы дом продать. Вы не можете суду поставить такой вопрос. Я не ставлю вопрос. Я ставлю вопрос просто получить свою законную долю от этого наследства. И что вы хотите с этой долей делать? Продать. То есть свою долю в доме вы собираетесь продать? Да. А сколько метров дом? Ой, он всего 22-24 метра. Там поделить его нельзя. Только можно целый его продать. Стоимость дома-то ничего не стоит. Там земля только стоит. Это Дмитров. У нас вот село Наталино. И, ну, вот на ту долю, которая мне останется, я ничего не смогу купить. Да еще в конторе нас и обманут еще. Какие документы вы просите суд приобщить к материалу дела? У меня вот свидетельство и на землю, и на дом у меня. Что я вступила, что я владельца. А вы истец? У меня есть свидетельство о смерти папы, свидетельство о рождении мое и свидетельство о государственной регистрации права. На дом. На вашу честь. Ну, куда я уеду из своего дома? Передайте, пожалуйста, честь судебного присутствия. У меня тут и хозяйство свое. И мы соседи друг другу помогали. Ваша честь, я уже смотрела везде и в интернете, и у знакомых узнавала, можно купить квартиру небольшую на эти деньги. Да, территориально, может быть, она будет чуть-чуть дальше от села Натальи. Но вы имеете в виду, если продать целый дом с землей. Но тетя не останется. Ей там даже в квартире лучше будет. Да как же, там не будет моих соседей. То есть вы в случае достижения между вами согласия, ну, чисто теоретически, о продаже дома и земли и приобретении новой квартиры, согласны, чтобы ваша тетя жила с вами, так? Согласна, да. То есть согласна, чтобы я с тобой жила, дедушка. Я согласна, но только что мы... Я бы рада была. Я специально брал секретаршу, которая, в принципе, не может быть в моем вкусе, чтобы ничто меня не отвлекало от работы. Ну, очень складно вы все говорите, но ребенок-то есть. Бывшая секретарша утверждает, что ее начальник является отцом ее шестимесячного сына. Она просит суд убедить несговорчивого отца, признать отцовство и заставить раскошелиться на алименты для ребенка. Оглашается решение суда. Суд принял решение. Иск о восстановлении срока на принятие наследства и признании права собственности на долю в наследственном имуществе удовлетворить. Суд восстанавливает вам срок на принятие наследства. Данное решение связано с тем, что момент смерти отца, то есть на дату смерти отца, истец была несовершеннолетней. Она не могла сама отстаивать свои интересы. Ее мать не позаботилась об этом. Соответственно, девочка не смогла принять наследство после смерти своего отца. Теперь, достигнув совершеннолетия, она может самостоятельно представлять свои интересы в суде. И решение суда основано именно на этом. Суд считает пропуск срока уважительно. Также суд принимает во внимание ваши опасения, что вы можете остаться без жилья. Но в то же время закон есть закон. И права девочки нарушены. В данном случае права истца нарушены. Но вы сказали, что дом имеет малую площадь. Соответственно, разделить его практически будет невозможно. Поэтому я так полагаю, что долю истец не сможет продать. Дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворить. Я довольна решением суда. Я хотела получить свою долю наследства, и я ее получила. И хоть судья сказала, что у меня не получится ее продать, я придумаю, как это сделать. Я сначала расстроилась, что такое решение. А потом подумала, без моего согласия весь дом продать нельзя. Ну и половина, пусть она живет в той половине. Навряд ли она ее продаст. Так что, видимо, доживать я буду в своем доме. Так что спасибо такому решению. У судьи нет права на эмоции. Не надо только из меня тут ведьму делать. Заметьте, не я это сказала. Вы никогда не узнаете, что она чувствует на самом деле. Но вы женщины, вы должны понять меня. Я судья. Я буду не носить решение на основании закона. Но будьте уверены, Елена Кутьина знает, как защитить слабого законным решением. Послушайте, трое взрослых детей. Вы не можете договориться, чтобы одну мать содержать. Позор. Это дела семейные. Вы просите разделить имущество. Да, обязательно. Мы даже ложки будем делить. И крупу, и сахар. Я с ними буду все делить. Ответчик, если вы снимете штаны, я вас оштрафую. Истец Алина Прокофьева подает иск об остановлении отцовства и назначении алиментов в твердой денежной сумме в размере 35 тысяч рублей. Ответчик Олег Кулешов иск не признает. Утверждает, что никаких интимных отношений с истицей у него не было. Прошу садиться. Слушается дело по иску Прокофьевой Алины Сергеевны Кулешову Олегу Геннадьевичу об установлении отцовства и назначении алиментов в твердой денежной сумме в размере 35 тысяч рублей. Истец, слушаю вас. Я работала секретаршей в фирме у Олега Геннадьевича полгода. Он за мной ухаживал, все было красиво, обещал уйти от жены. Мы состояли в интимной связи и не раз, и я забеременела. Сейчас у меня на руках сын Никита, которому уже 6 месяцев. Олег так отказывается платить алименты. Ваша честь, у меня имеется тест ДНК, который доказывает, что Кулешов Олег действительно отец моего сына Никиты. Пожалуйста, передайте через судебного пристава. А также свидетельство о рождении. У меня есть сына. Так, передо мной результат анализа ДНК. Прокофьев Олег Геннадьевич, вероятность отцовства равна 99,9%. Что вы можете пояснить по этому поводу? Ваша честь, я знаю результаты ДНК. Они действительно... Это действительно так. Пояснить очень просто. Эта женщина просто мошенница. Ну а как же результат ДНК? Мошенничество. Вы говорите про мошенничество. Да, мошенничество. Ребенок ваш? Ну, по тесту ДНК мой, но все это было сделано обманом. То есть ее беременность, ну это обман. Интима у нас с тобой не было. Это же был обман. Ты это хочешь сказать? Лина, дай сказать. Так, истец, вы утверждаете, что между вами и ответчиком не было интимных отношений. Не было. Так? Нет, у нас была интимная связь. Вы утверждаете, что между вами и ответчиком были интимные отношения. Конечно. Была интимная связь. Вы говорите, что не было. Абсолютно. Никаких интимных отношений не было и быть не может. Никогда. А ребенок есть. А ребенок есть. Ну так вот, это... Подождите, ответчик. При каких обстоятельствах у вас появился ребенок? Каким образом? Естественным путем, как это обычно бывает. Он за мной ухаживал. У Олега есть жена, правда больная. Она не может родить ему ребенка. Олег сказал, что вот как только ты не рожаешь здорового ребенка, все у твоих ног. Я и жену... Где вы встречались? Встречались мы после работы. Где? Олег всегда снимал гостиницу. Хорошо, истец. Каким образом вы приезжали в эту гостиницу? Мы приезжали с Олегом вместе, так как я работала у него. После работы, когда заканчивается наш рабочий день. Кто может это подтвердить? Мы всегда выходили вместе из офиса. И сотрудники могут это подтвердить? Конечно, и охранники. И охранники могут это подтвердить? Конечно, мы всегда выходили вместе, как заканчивается рабочий день. Все это прекрасно. И по камерам можно посмотреть. Мы садимся вместе в машину, выезжаем. А доказательства есть у вас? Доказательства. Того, что вы вместе выходили из офиса? Что вы вместе посещали гостиницу? Конечно. Это же все можно проверить. Ну и где же эти доказательства? У вас есть свидетели? Нет, свидетелей нет с моей стороны. Куда они могут быть, если этого ничего нет? Ты никаких доказательств предоставить не можешь. Вы приезжали в гостиницу. Подождите, ответчик. Вы приезжали в гостиницу. Как часто вы там бывали? Ну, раза два-три в неделю. Перед этим мы могли заехать там куда-то покушать. И так же ехали в гостиницу. А куда вы заезжали покушать? Это был каждый раз разный ресторан. Олег всегда пытался меня чем-то удивить. Какие рестораны? То восточная кухня, то японская кухня. Название ресторанов? Ой, это я вам не могу сказать. Не припомню сейчас. А знаете ли вы любимое блюдо-ответчика? Конечно. Я ему лично готовила. Он очень любит жареную картошку. Вы в отеле готовили ему жареную картошку? Нет. А где? Мы также снимали и квартиры. И квартиры снимали? Ну конечно. Разные? Восточная квартира. Разные. Каждый раз разные. Это полное отсутствие. Отличка, вы любите жареную картошку? Ваша честь. Вы любите жареную картошку? Нет, я ее не люблю и не ем. Конечно. Отличка не любит жареную картошку. Японскую кухню я тоже не ем. Я по ресторанам не хожу. Я люблю кушать дома. Только дома ты появляешься очень редко. Хорошо, Отличка, изложите, пожалуйста, вашу позицию. Моя позиция очень проста. Алина, она просто вводит всех в заблужение. Это просто афера. Причем дикая. Я вкратце изложу, а мои слова подтвердит свидетель, который тоже здесь находится. Как только она появилась у меня на фирме в качестве секретаря, в принципе, она сразу начала меня обрабатывать. Ну это было видно. Там юбочки, чулочки. Да, кто кого еще обрабатывал? Дай мне сказать, подожди. Тут много уже наговорила. Но я на это как бы не обращал внимания. У меня есть жена, я ее очень люблю. Я вообще добропорядочный человек. Никуда, ни в какие гостиницы. Боже упаси. Вот. Начала меня обрабатывать. Ну, понятно, зачем. Но вы поддались? Да нет, конечно. Нет, конечно. Я специально брал секретаршу, которая, в принципе, не может быть в моем вкусе. Чтобы ничто меня не отвлекало от работы. Я с такой целью секретаршу себе искал. Чтобы, ну, никаких у меня симпатий. Ну, очень складно вы все говорите. Но ребенок-то есть. Так вот, по поводу ребенка. Алина сразу начала, значит, узнавать, где у меня квартиры, сколько у меня квартир, какие машины. Каким образом она это узнавала? Ну, так она узнавала у сотрудников. Ну, понимаете, я грамотный руководитель. Как у любого руководителя, у меня всегда есть люди. В общем, я всегда знаю, что творится у меня на ферме. Вы только не знаете, что у вас родился ребенок. Почему же? Я же сказал, что я знаю, что я проверял эти ДНК. В принципе, как проверял. В то время, когда она у меня работала, она права. У моей жены, в принципе, слабое здоровье. И на то время она ждала меня ребенка. Моего ребенка, от меня. Никита тоже творится. И так у нее слабое здоровье, она практически постоянно находилась на сохранении. Узнав об этом, вот как бы у Алины родился вот этот вот дикий план Барбаросса. Она подошла ко мне совершенно так на голубом глазу и сказала, что, знаешь, вот я смотрел какую-то научную передачу. И там говорится, что если один из супругов болеет, то, в принципе, желательно... Она к вам на «ты» обращалась? Ну, вы сейчас говорите, она подошла и сказала. На «вы». На «вы». Ну, конечно, да. Это я как бы изглагаю вкратце. Что желательно пройти обследование обеих... Ну, желательно пройти обследование супругов, потому что, когда болеет часто один супруг, то инфекция может быть у двоих, вот, что желательно это сделать. И может она мне посодействовать, потому что знает она одну хорошую клинику, где у нее хорошие знакомые, что... Да я помочь тебе хотела. Конечно, помогла. У нее хорошие знакомые, вот, где можно это сделать без очереди, без записи и получить анализы тут же на руки. Я согласился. Ну, почему нет? О чем черт не шутить? Действительно, жена болеет. Ну, что за клиника? Куда же вы поехали? Мы приехали в клинику. Мы? Это кто? Она меня сопровождала. Да, ну, для того, чтобы мне это пройти без очереди, чтобы это сделать быстрее. Значит, я сделал анализы. Список анализов, кстати, вот. Передайте, пожалуйста. Мне понравилась эта ситуация, что я могу сделать анализы сразу, и все это недолго, и получить анализы на руки. Я это прошел, как, соответственно, как я ожидал, все анализы были в порядке. Ну, позвольте, здесь объем исследования супружеской пары на ЭКО. Так вот, это к вопросу о том, как вот анализ ДНК подтвердил мое отцовство. Я долго думал, как могла женщина забеременеть от меня, с которой у меня абсолютно не было никакой интимной связи. Она сделала ЭКО. Вот, кстати, договор ЭКО там прилагается. Вы сделали ЭКО? Нет. Зачем мне нужно было делать ЭКО? Ну, нет. И так все было вполне нормально. Договор ЭКО. Ознакомьтесь, пожалуйста. Мы состояли в интимной связи. Ознакомьтесь, пожалуйста. Будьте любезны, передайте. Я сейчас не спрашиваю вас, состояли ли вы в интимной связи. Я сейчас спрашиваю вас. Я этот договор вижу первый раз. Подпись, посмотрите. Ваша подпись. Ну, похоже, но это не моя роспись. Я не подписывала этот договор. Что значит не ваша подпись, но похожа? То и значит, что я этот договор не подписывала. Да, это похоже на мою подпись, но... Ответчик, откуда у вас этот договор? Передайте обратно в суду. Этот договор я получил по запросу моего адвоката. В этой клинике? Да, потому как мы готовим сейчас документы для подачи в прокуратуру на возбуждение дела о мошенничестве. Вот. Ваша честь, я продолжу. Да. Значит, после того, как я получил результат анализов, которые, естественно, показали, что абсолютно здоров и все хорошо. Сразу после этого Алину как подменили. Она полностью потеряла интерес. Как бы перестала вот эти вот свои неадекватные инсинуации ко мне проявлять. Потом сказала, что у нее приболела мама. И вообще она уволилась и уехала. Все. То есть она пропала из виду. И где она, что она, что она, что она. Но вы не пояснили суду, какие анализы сдавали вы в этой клинике? Так вот. Когда она пришла ко мне спустя некоторое время с ребенком на руках, потребовав... Вы вопрос слышали, ответчик? Да. Какие анализы вы сдавали в этой клинике? По совету вашей секретарши. В списке анализов также был анализ спермограммы. Я еще удивился, спросил, зачем спермограмма? Нет, нет, что вы, это новейшая технология. Без этого ничего у нас не получится. Я так понимаю, не получится. Не получилось бы. Вот. А теперь объясните. Ладно, анализ вы сдали. А теперь объясните, почему в этом же договоре на ЭКО и ваша подпись тоже? Так вот. Ознакомьтесь, пожалуйста. Я видел этот договор. Вы видели? Там не моя. Да, я говорил, что мы собираем сейчас документы для подачи в прокуратуру по факту мошенничества. Тогда откуда у тебя этот документ, если подпись там не твоя? Зачем ты тогда его вообще снилась? Если вы были здесь, то вы должны были слышать, что данные документы получены ответчиком, вернее, его адвокатом по адвокатскому запросу. Потому что готовятся документы... Он же объяснил. Подпись не его. Вероятно, будет проведена почерковическая экспертиза, я так полагаю, которая установит и вашу подпись, и вашу. И установит, где ваша, а где не ваша. Понятно? Могу еще пояснить? Да. После того, как Алина ко мне приехала с ребенком на руках, это по моей инициативе была проведена экспертиза ДНК. Потому что я был полностью уверен, что ребенок не мой. Я еще не знал про этот договор. Еще даже не вспомнил про эти анализы, что я проходил. Когда я понял, откуда взялся мой биоматериал, я приехал в эту клинику, к той же самой сотруднице. Конечно же, она сразу стала все отрицать, что она здесь ни при чем. Мне пришлось пойти к заведующему этой клиники, потому что клиника, ну, известная и дорогая. Заведующий пошел мне на встречу. Вы хотите сказать, что ваш биоматериал был похищен? Да, и заведующий этой клиники, он присутствует здесь в качестве свидетеля, и я прошу его выслушать. И что? Он подтвердит, что биоматериал был похищен. Нет, что вам сказал заведующий? Что биоматериал был похищен? А как он это выяснил? Он разговаривал с своей сотрудницей. И она призналась? Да. Давайте вызовем вашего свидетеля. Будьте добры, пригласите, пожалуйста, свидетеля-ответчика. Свидетеля-ответчика. Войдите. Слушаю вас. Ваша честь, по существу вопроса могу сказать следующее. Вы сначала представьтесь, пожалуйста. Я руководитель клиники Морозов Леонид Павлович. И еще раз говорю, что подтверждаю, что ко мне в свое время обратился Кулешов с просьбой помочь ему разобраться в его ситуации. Сразу же мной было назначено служебное расследование, которое выявило ряд очень нелицеприятных фактов. Я, с сожалению, должен это констатировать, потому что это клиника, которую я возглавляю много лет. И должен вам сказать, что это совершенно экстраординарный случай. Потому что в результате этой проверки выяснилось, что по предварительному сговору, несмотря на строжайшие инструкции, которые очень жесткие и которые у нас всегда беспрекословно соблюдались, было изъято, незаконным образом был изъят биоматериал Кулешова. И, мало этого, передан в третьи руки. На предварительном таком расследовании, мы же не следственный орган, удалось выяснить, что да, в этом была задействована одна из наших сотрудниц. И за деньги, за определенную сумму, она согласилась провести такую, ну, с позволения сказать, махинацию. Сотрудница была тут же уволена. Это Кулешову были принесены изменения, я могу еще раз, публичные привести. Изменения – это прекрасно, но вы даете, истец. Вы вообще о чем думали, когда это все решили провернуть? Что провернуть? Такого не было. Я этот договор первый раз вижу, и подпись там не моя. То есть вы хотите сказать, что и ответчик, и руководитель клиники врут? У Олега денег немерен. Он покупает каждого, всех и вся. Я не удивлена, что у него куча свидетелей, куча доказательств. Мне надо сразу было брать тебя, у меня денег этих нет. Да, я приехала из провинции. С твоей позиции ты была в незаменимой у меня работе. Да, я приехала из провинции. Это ничего не значит, что со мной можно было погулять. Никаких у тебя устроить. Ничего. Ваше счастье. Меня поматросить и бросить. Еще и с ребенком на руках. Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. В следующей программе. Я оплачивал курсы модельного бизнеса. Я оплачивал танцкласс. Все я оплачивал. Все из моего кармана. Есть все мало и мало и мало. Нормальные ноги или ноги совсем короткие. Вот такой разброс мнений всего у двух человек. У папы и у мамы. И каждый из них хочет лучшего будущего для красавицы дочери. Почему пришли только через полгода, после как срок для принятия наследства? Почему не через пять месяцев, а через шесть, когда вы получили свидетельство о праве собственности? Юноша в инвалидной коляске остался один в квартире своего умершего фикуна. Новая хозяйка квартиры, племянница умершей, пыталась сделать все, чтобы он не чувствовал себя брошенным. Но ее силы уже на исходе. Я признался жене, что, ну понимаешь, я встретила другую женщину, я полюбила. Я все про любовь поняла. Все-все-все поняла. На что способна женщина ради семьи? Как можно выдержать восторженные рассказы мужа о его новой большой любви? Оглашается решение суда. Суд принял решение, иск об установлении отцовства и назначении алиментов в твердой денежной сумме удовлетворить. Другого выхода у суда нет. Ребенок ваш, а по закону, в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, каждый малыш имеет право знать и отца, и мать. Поэтому отцовство установлено, и вы обязаны платить алименты. А вам, истец, я разъясняю, что для вас эта история не закончена. И, вероятно, помимо того, что вас ждет уголовное дело и, возможно, приговор, в результате ваших действий, неразумных и преступных, на мой взгляд, ваш малыш может оказаться вообще без родителей. Вы это понимаете? Дело закрыто. Я никогда не признаю этого ребенка своим, а мою бывшую секретаршу ждет справедливое уголовное наказание. Я в это верю. Никаких мошеннических действий я не совершала. Или действительно отец ребенка, и ДНК это доказал. Ребенок был зачат естественным путем. Прошу всех встать! Незнание закона не освобождает от ответственности. Вы сейчас поняли, что я сказала? Естественно, мы это все будем делать. Мозг включаете и защищаете свое право. Смотрите дела семейные, чтобы не совершить роковой ошибки. Истец, вы что, правда хотите на ней жениться? Правда. Слушай, мне кажется, что вы очень гармонично существуете. Может, вы не будете разводиться? Судья Елена Кутьяна не вернет любовь. Я тебе не мать. Да все, истец, я поняла вас. Не продолжайте. Но восстановит справедливость. В первую брачную ночь она обманула меня. Вы тоже ее обманули? Она рассчитывала, что будет брачная ночь, а ее не было. Редактор субтитров А.Семкин